Пока будем ждать, когда Антон с женщиной переедут обратно. Пока будем спрашивать обратную связь про боль. Да? Ты понял? Что? Такое качество... Какой качестве не будет боли? Да. Я не очень понял вопрос. Как ощущается боль? Каким ощущается? Нет. Блин, как я так хорошо сформулировал, пока там стояла в туалете? Как со случаем про стену, да? То есть не будет гордость за то, что проходишь через все стены? Ну да, да, ну конечно же. Разве ты сильно, если ты просто подошел, открыл, пошел, сделал свое дело и пришел обратно? То есть все будет хорошо, и боль это не будет? Боль это фактор чего в твоей жизни? Боль это фактор или показатель? Показатель чего в твоей жизни? Если боль есть, значит точно я иду туда, да? Знаешь, я не делаю чего-то, что хочу делать. И это не то. Для тебя. Я не знаю, то не то. Для тебя. Да, это так, но просто об этом не вопрос. Фактор чего является боль в твоей жизни? Вот как ты говоришь, как ты только что сказал? Ну, типа, гордость за то, что я прихожу через стену. То есть чувство гордости. Если боли не будет, то... Ну, такое возникает, наверное, редко, но тоже бывает. Ага. А вообще... То есть силу ты сопрягаешь, силу и боль. То есть если боль дает, ты это проходишь... Не всегда. Не всегда. А в каких моментах? Ну, это раньше было, я вот через это уже прошел. А сейчас, что для тебя боль? Я думаю. Я потом опять. Хорошо, я еще вернусь тогда. Это когда делаешь что-то не то, или вообще, когда не понимаешь что-то, оно вот, вот эта болька является. Хотя вот вопрос такой, когда вроде бы понял, а боль осталась, значит, я все-таки не понял. Ну, да, но для тебя именно фактор боли, это что? Что это значит? Вот если ты... Вот в духовной работе, да, в работе над собой. Боль для тебя, это показатель чего? Ты работаешь над собой. У тебя боль, это значит для тебя... Да, она меня сигнализирует на то место, которое осталось без внимания, которое с этим что-то... Без боли ты не найдешь это место? Никак. Я думаю, не найду. Реально. Оно останется там, я его не замечу. Только если испытав эту боль, ты помешу, ага, вот здесь вот оно. Если она появится потом в дальнейшем, допустим, я на это место наткнусь, и если она, это как сигнал получается. То есть без нее вообще никак? Без нее понимать себя никак? Вот именно нужно понимать без нее. А как же так? Если ты не будешь видеть, где же, где же это место, которое я в себе не понимаю? Может, и вообще там нет. Ну, реально, может, и там нет. Ну, вот я могу сейчас... Показать, ну, в процессе вот этой духовной работы, у меня постоянно возникает боль, когда я что-то, ну, продвигаю, когда мне становится хорошо, там, кольфово, радостно. Я вдруг и понимаю, что мне не хватает какой-то смелости это подкреплять какими-то действиями. В смысле? Ну, допустим, иду я по улице, мне такое счастье, радость. Я думаю, блин, как классно, люблю там всех людей. Вот сейчас бы подойти к кому-нибудь там, обнять и там поглыть просто незнакомому. Я понимаю, что мне, ну, меня тупо, я не могу просто на таком человеку подойти и только понимаю, что то, что мне было радостно и какого, а сейчас мне панически страшно. И вот на это умеет возникать боль. Что бы, ну, я вроде работал на собой, все дела и все такое, а вот практически это не получается. То есть реально боль это показатель того места, где ты себя где-то не понимаешь, так? То есть ты не понимаешь себя, ну, в каком-то месте, да, и ты этого места не видишь, а тело показывает. Скорее, такая безосходность, что ну что такое, я вот там что-то там работаю, понимаю, а жизнь как-то это... Не реализуется, да? Не реализуется, но как-то хило. У меня есть дискомфорт, а есть боль. И когда это дискомфорт, я могу на него посмотреть и спокойно с этим разбираться. А боль это, когда уже внутри начинается истерика, когда я тотально себя не понимаю в чем-то, когда я просто забиваю и все, до свидания. И получается, боль мне сигнализирует, что вот здесь нужно уже по-настоящему себя понять, а не вот то, что я, как сказать, а не вот те попытки, которые я делала. Потому что кажется, ага, я все понял, пошли же счастливо дальше, нифига. То есть получается, что неинтересно понимать себя тотально каждое мгновение жизни. Ну, как сейчас это дошло, получается неинтересно. Получается, и как бы боль, возникает сильная боль, и через это возникает еще жалость к себе. А жалость слеплена с каким-то подобием любви. И получается, я так через боль я проявляю к себе внимание, к эти бедные несчастные. Вот, то есть получается, поскольку любить нормально я себя не могу, приходится вот так вот. То есть нужно научиться понимать себя, наблюдать за собой все время, не просто для того, чтобы можно наблюдать. То есть вот смотри, получается, если тотально понимаешь себя каждый момент жизни, что чувствуешь, почему это чувствуешь, откуда выходит желание, почему я это думаю, чего я хочу, чего я не хочу, а почему я это хочу, а почему это не хочу, задолбывает уже, я понимаю. То есть если понимаешь себя каждый момент жизни, вот тотально, тогда, может быть, нету смысла в боли, как в сигнале того, что здесь ты себя не понимаешь. Если каждый момент жизни тотально себя понимать капитально, тогда, в общем-то, в боли нету смысла. Я вкладываю слово «понимание», первый шаг – это проживание телесно, и потом оно доходит до мозгов, вот для меня это понимание. То есть исходя из опыта телесного, то есть естественно чувства. Я поняла, что боль – это у меня как оправдание бездействия. Получается так, то есть, ага, сейчас мне больно, значит, можно себе покопаться, можно и ничего не предпринимать. Допустим, в каких-то социальных проявлениях еще, в общем, не идти на встречу тому, допустим, что бы я хотела делать. И вот такие тормоза получаются в виде боли. То есть, когда больно, ты можешь не действовать, да? Да, получается так. Ага, ну да, правильно, когда я болею, я могу не идти в школу. Да, да, да. Вполне, да, естественно. А если не будет боли, тогда тебе придется… Когда придется 10, а это страшно. Круто, суперски, спасибо. Ну, для меня боль – это, с одной стороны, как показатель, что, подруга, ты двигаешься не туда, допустим, не… Ну, зачем налетать на самовар, на горячий стоянный? Ну, вот, все логично. А с другой стороны, вот, да, это не логичная функция. Боли – это, что ли, какая-то вот, вот, что бы меня любили, или что-то… Ну, какая-то просто выгода должна быть еще психологическая. Наверное, вот это, потому что я не могу вот до конца понять. Боли – это какой защитный, что-то боли – это защищает. Нет, ну, бывает, ты хочешь, чтобы тебя обняли, прямо ты об этом сказать не можешь, и ты начинаешь фигово себя сама ощущать. Кто-нибудь подходит и обнимает? Ну, потому что только бревно не подойдет и не обнимет, да? Ну, как бы, да, чтобы меня любили, я должна, как-то, если там больно сделать, тогда меня поживили, тогда как-то я получил какую-то порцию любви. Но сказать об этом прямо мне не позволяет что-то. То ли какая-то гордость внутри, то ли, ну, какие-то стуки-дорка. А что страшного, подойти и сказать, можешь меня, пожалуйста, обнять? Мне сейчас вот… А если я, допустим, откажу? То есть вот общественное мнение, я это очень долго вообще не видела и отрицала в себе, потом мне рассказали, я так задумалась, и потом только я осознала, что для меня это вообще вот очень важно. То есть то, что чувствую я, для меня вообще… Хорошо. А вот общественное мнение… Хочешь попрактиковать пять минут? Давай. Я сейчас тебя попрошу меня обнять, а ты мне откажи, так, хорошо, откажи. Хорошо? Ой, не могу. Вот мне фигово, да? Не, может мне не фигово, мне еще не фигово, я могу прямо сказать, да? Я подхожу и говорю, пожалуйста, обними меня. Не хочу. Ну, пожалуйста, ну обними меня. Пояростнее так. Не-не-не, погромче и пояростнее. Я не хочу тебя обнимать. Почему? Черт, как я пристала, я не хочу тебя обнимать, и все тут. А что я такая плохая, что ты не хочешь меня обнимать? Нет, я просто не хочу тебя обнимать, ты не плохая. Нет? Нет, не плохая. Ну я же прошу тебя, обними меня. Вот я не могу, я же хочу обнять. А тебе нужно играть, что ты говоришь, не хочу. Не хочу. Вот так вот, значит, со мной что-то не так Ты не хочешь меня обнимать? Со мной что-то... Ну, я не хочу тебя обнимать Ну, для меня показалось, что со мной все так Когда я подхожу, я говорю, обними меня Меня обнимают и понимаю, со мной все так Все хорошо, мир не рухнул Я к тебе подхожу и говорю, обними меня Ты говоришь, нет, я говорю, мир рушится Ну, обними меня, ну, пожалуйста Нет Ты сама должна найти в себе вот эту вот силу, чтобы тебе никто не был нужен Я подойду к тебе и обниму тебя тогда, когда я этого захочу Подожди, это какая-то нездоровая взаимосвязь Ты меня подойдешь и обнимешь, когда ты мне уже не нужна будешь, да? Ну, что-то да, что-то вроде этого То есть, когда тебе люди уже не нужны будут? Ты потому что мной манипулировать пытаешься Да где? Я просто говорю тебе, обними меня, пожалуйста И все, я тебе больше ничего потом не буду должен? Нет Хорошо Да нет, надо было говорить Значит, объятия связаны с манипуляцией Ты что-то потом будешь должна людям? Если ты попросишь их обнять тебя Если ты попросишь обнять То что потом происходит? Вот ты подходишь и просишь? Ну, да, должна Что должна? Ну, человек же мне помог, значит, я ему должна помочь Ну, потом когда-нибудь помочь Обязательно, не имеешь права сказать потом нет? Нет, не имею Оооо, а почему не имеешь? Вот ты мне только что сказала нет, там, раз в шесть Я тебе тут помогаю, знаешь, распинаюсь перед тобой А ты мне говоришь, нет, Наташа И нормально, я не впадаю в депрессию, не в чувство вины Я понимаю, у тебя есть свобода сказать нет Если я тут распинаюсь, ты слушаешь, тебе помогают Ты мне за это ничего не должна потом Я не чувствую вот этой свободы сказать нет Еще раз? СМЕХ Пожалуйста, обними меня Нет Огромче Нет А почему? Ну, мне не одиноко, обними меня, пожалуйста Нет Вот ты какая, да? Да, я такая Не хочешь обнимать меня? Не хочу Я так и знала, что ты такая С самого начала видела Ты заходишь в зал, а ты ага Она меня не обнимет Я такая Ну, обними меня Я обниму Слишком радостно ты мне говоришь, но я обниму Ты что? Да потому что это в жизни так происходит Вот здесь это ржачно Когда это происходит в реале Это вообще вот нифига ржачно Потому что потом идет потеря человека После вот этой вот фигни Со мной ржачно? Может, с Маратом не будет ржачно? А ну, блин А с Антоном? Тоже А с кем не будет ржачно? Это потому что здесь Нет, ну, может быть, есть кто-то в этом знали Есть близкий человек Очень близкий Я не могу им отказать Не близкому человеку Я могу им отказать Твою мать Как мне быстренько стать близким для тебя человеком? Ну, ты должна бояться тебя потерять Епатус, это сложно Блин Ну да, это нерешаемая задача Просто возьми у нее 100 баксов взаима Просто Мне это не поможет Ну да, это нерешаемая А кого ты боишься в жизни потерять? Ну, сейчас я не знаю А, ну, то есть безопасность так И ты не можешь сказать Нет, только тем, кого боишься потерять Уже нету тех, кого ты боишься потерять Можно всем говорить нет Ну, в общем-то, практически так Как мне к тебе в доверие втереться? Ну, давай, расскажи мне Ну, я хочу стать близким для тебя человеком Можно я ближе подвинусь? Ну, мне хочется сказать Нет! Почему? Потому что я должна говорить нет Нет Ты уже должна говорить нет А кто решает, должна ты говорить нет или нет? Тьфу, или нет Я То есть, вот я тебе говорю Не говори мне да, говори мне нет Да? И ты все еще решаешь говорить мне нет Я запуталась Я тебе сказала Говори мне только нет Да? А теперь я тебе говорю Думай своим мозгом Но говори мне только нет Обними меня, пожалуйста Я тебя не обниму Почему? Я не хочу Что во мне не так? У тебя все так А почему не хочешь обнять? Потому что я не хочу Ну, по какому причине не хочешь? Я вот сейчас пойду домой И напьюсь У меня будет депрессия Потому что ты не дала мне Потому что я сегодня не расположена обниматься А если Марата я посажу рядом? Я не расположена обниматься Марата ни при чем А когда ты обычно расположена обниматься? Я не знаю Это спонтанно Ну, так неинтересно Как я вызову твою спонтанность? Ну, я хочу, чтобы ты меня обняла Ну, пожалуйста Включай мозг Я хочу, чтобы ты меня обняла Ну, пожалуйста Я не хочу тебя обнимать Все, на второй день семинара Можешь не приходить Хорошо Что сейчас чувствуешь? Чувствую вот такое легкое отвержение Что меня отверняло Страшно, больно Сейчас больно? Ну, как-то да Немножко То, что я испытываю Ну, сейчас это как-то все в игроках Я понимаю, что это все в шутку Когда я не понимаю, что это вот несерьезно И все У меня сразу ступа Я не знаю, что делать Мне больно и все А, ааа То есть, если я тебе говорю Не приходи на второй день встречи Тебе деньги вернут Тебе деньги вернут Не приходи на второй день встречи Не вернет, да? Я из своих доложу То есть, если я тебе говорю Ты мне не нужна здесь Да? Ты чувствуешь боль? Если я тебе говорю Ты мне здесь больше не нужна Да, я почувствую боль А представь себя лет через 10 И вот в этой ситуации Когда я тебе говорю Ты мне здесь не нужна Уматывай Ты вместо боли Испутываешь радость Легкость И прикалываешься с меня Какое понимание там у тебя может быть? Ну, может быть, что это все Ну, как-то не то, что несерьезно Но я могу исправить ситуацию И я могу Что бы, наверное, сделать так Чтобы было всем хорошо Чтобы я тебе сказала Оставайся, да? Ты хочешь подстроиться под меня? Чтобы я тебе сказала Оставайся Это обычное действие, которое я делаю Какое? Это подстраивание Ага Через 10 лет Я не знаю, что я сделала Я без понятия Нет, ты представь себя Нет, мне нужно, чтобы ты себя другой представила На секундочку Когда близкий У тебя появится близкий человек И он тебе скажет Я не хочу тебя видеть И вместо боли У тебя к этому близкому человеку Будет понимание и интерес А почему ты не хочешь меня видеть? Какое понимание внутри тебя должно быть? Какой навык Или какое качество? Чтобы когда близкий человек Говорит Я сейчас не расположен обниматься Я сейчас не расположен разговаривать Я сейчас даже видеть тебя не расположен И это не вызывает боли А вызывает понимание Что сейчас у человека такое состояние Что ему настолько тяжело Что все это вызывает в нем дискомфорт И что к тебе лично это не относится Ты просто напоминаешь ему О его внутренней боли Ну какое качество Или навык у тебя должен быть? Я фиг знает Может быть понимание другого человека Того, что он Просто понимание того, что человек не Ничто Ну действительно не хочет этого Уважения, может быть К чувствам другого человека Ну да, ну смотри Я подхожу к тебе и говорю Обни меня, пожалуйста Я не хочу А мне больно Нормально? Я тебе не нужна Ну я тут распинаюсь Хожу часами Я в Москву приехала Третий день Я два часа спала Я тут улыбаюсь А ты меня не хочешь обнимать Мне больно Где здесь у меня уважение к тебе? Ну где у меня здесь к тебе уважение проявляется? Я не знаю А если бы я тебя уважала Как бы я среагировала? Я тебе подхожу и говорю Обни меня, пожалуйста Я не хочу Если я тебя уважаю Что я скажу или что сделаю? Ну скажу Ну что-то вроде хорошо Я понимаю, что ты не хочешь этого Вот А я если уважаю Я, получается, здесь я не хочу Но я тебя уважаю Я должна подойти и обнять? Выводи как-то Выводи как не должна Выводи ведь как не должна Нет, не должна А тогда почему ты будешь так делать? Потому что я буду терять А ты уважаешь при этом себя? Нет Как ты это понимаешь? Ну вот Просто чувство, что Мой манипулируешь Ну это дискомфорт То есть если ты уважаешь Другого человека Ты сделаешь все, что ему надо Чтобы он от тебя не ушел Или ты сможешь сказать Я не хочу этого И этого не хочу И этого не хочу И вообще я ухожу Ты мне не нужен Ты не сможешь сказать этого? Выводи так сейчас могу сказать Ух ты А почему? Я боюсь обидеть человека Я боюсь делать ему больно Я боюсь делать ему больно То есть не хочу Но нормально Я делаю ему больно Больно становится мне А когда ты делаешь ему хорошо А тебе при этом больно Дискомфортно То есть ты делаешь не то, что хочешь Вот ты делаешь не то, что хочешь Там внутри тебе будет дискомфортно Но ему от этого хорошо И это нормальная жертва для тебя То есть То есть получается Я себе отрубаю большой палец И говорю Ты счастлив, да? Ой, великолепно Конечно, я тоже счастлива Просто счастлив Это достойная жертва Того, что он останется Он остается рядом с тобой Только до тех пор Пока ты жертвуешь Своими интересами Делаешь то, что он хочет Например А когда ты делаешь не то, что вписывается в его шаблон И он начинает истерить и манипулировать Тогда вопрос А для чего ты с этим человеком? Если ты ему Я боюсь остаться одна Я боюсь его потерять Потому что мне он дорог Мне не дорогие Мне не нравятся его вот эти манипуляции То есть качество отношений тебе не нравится? Нет Получается, не важно, какое качество отношений Главное, чтобы кто-то был рядом Купи надувную куклу Но если качество отношений не важно То есть ты не счастлива здесь Но главное, чтобы человек никуда не девался Главное не оставаться одной Тогда просто купи себе большую куклу За счет чего он дорог? Если он манипулирует За счет того, что так же манипулирует Ну нет, на самом деле Человек дорог, человек интересен Есть какие-то общие точки соприкосновения Есть моменты, когда хорошо И вот за эти моменты держишься Потому что это Что-то, что Просто То есть Смысл твое То есть смотри Вот у тебя Есть совместные интересы Которые У нас с ним Делись независимо друг от друга И вот это нас объединяет И вот не хочется развивать Вот это То, что объединяет Когда вот Это вон То есть вот Ты живешь год с этим человеком Например, да И там В марте И в сентябре Было клево Вот ради марта И сентября То есть ты осознанно Выбираешь это Делаешь это решение То есть И говоришь Я знаю В следующем году Будет примерно так же Будет март И сентябрь Но вот ради этого 7 марта И 13 сентября Я все это говно терплю Вот Осознанный Выбор Качество Какая жертва Тут есть выгода Есть 7 марта И 13 сентября Это очень большая выгода Это не жертва Может быть там 7 марта 13 сентября Что такое происходит Что-то отнюдь не жертва Вот и выходит Хочу счастливо жить Хочу быть радостным Чувствовать легкость Но выбираю жить в говне Целый год Ради 7 марта И 13 сентября И если тебя это устраивает То здесь ничего не сделаешь Ну как это Он тебе скажет Хорошо Я еще 9 июля добавлю Нормально будет Маловато А сколько нужно дней в году Чтобы было хорошо Сколько там у вас 36 30 35 35 35 Девять дней говно оставить А все остальное нормально А если без говна Нет? Без говна Ну тоже можно Ну как это Два раза в год Ты говоришь Милый Я же не корова Здесь и здесь Говоришь Я хочу побольше И почаще Он такой Ну ладно Еще 2 дня в году Добавлю Ты такая говоришь Ну хорошо Да Ну ладно Будет еще там 4 апреля И 31 декабря Потом бухаловка Да? Будет 4 дня А вот И получается А ты говоришь Нет Ну как же это Мне нужно больше И начинается торг Да? Выпрашивание Ну пожалуйста Можно мне еще 2 дня в году? Ну ну А еще один А вот там Вот в понедельник Можно мне? Да Да А можно запишусь На следующий год В понедельник Вот в этой неделе И здесь я буду счастлива С тобой А так вот Следующий Этот целый месяц Пускай будет говно А этот день Будет счастливый И ты начинаешь Выпрашивать 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 У другого человека Внимание И любовь к себе Смысл этого Вот ты видишь Да? У тебя есть Твое качество жизни Ты его сама Таким выбираешь Ты говоришь Это адекватно Ради этих 2 дней Ради каких-то моментов В жизни Можно потерпеть Можно предать себя Несколько раз Можно потерпеть Неуважение От человека Который близкий Можно нормально Терпеть Неуважение Ну как Я же духовное существо Я принимаю Все отлично Я понимаю Да Человек колбасит Он на мне срывает Свою агрессию А я принимаю Все отлично Живем душа в душу И 2 дня в году счастья Качество жизни Вы сами выбираете Своё качество жизни Посмотрите Если это достаточно нормально Придать себя Что я подразумеваю Под слов Под фразой Придать себя Это когда Вы чётко понимаете Вы этого делать Не хотите Но Включается Другой фактор Любимый человек Если он будет счастлив Когда я Отрубаю себе Мизинец Руку по локоть Да пожалуйста Если это Делать его счастливым Да не вопрос И потом Что выходит Нету ни мизинца Ни руки Ни этой руки Ни этой ноги Смотрите Калека И говорит Зато я его люблю И он счастлив Или она счастлива А внутри что? А внутри уже Ну Если он уйдёт Он уйдёт Со всеми этими частями тела Потому что Я уже их продала Ты счастлив? Или ты счастлива? А я вот столько всего Вот Предала в себе Ради вот этого момента И вот этого момента И вот этого момента А когда мы себя предаём Там внутри Мы начинаем себя ненавидеть И презирать И стараемся потом Не вспоминать эти моменты Куда-нибудь их подальше Поглубже Забыть Не сталкиваться больше И не напоминать Или ещё проще Оправдать эти поступки Я так сделала Потому что ему Или ей В этот момент Это надо было Ау А вам что надо было В этот момент? Осознанность и ответственность Когда вы сами Смотрите на свою жизнь И у вас есть Каждое мгновение Возможность Сделать выбор Задуматься Или не задуматься Когда не задумываешься То в общем-то Всё нормально Если не задумываешься Всю жизнь То вся жизнь Зона комфорта Живёшь в болоте В говне Но зона комфорта Потому что Пока я не думаю О том Почему воняет Пока я не смотрю Где я сижу Пока я наблюдаю За звёздами То всё хорошо А каждый момент Жизни У вас есть возможность Задуматься о том Как вы сейчас живёте Что у вас сейчас Не устраивает А потом задуматься О более страшной вещи А как бы вы хотели жить Да ты За облачные мечты Думаешь о них И тоска внутри Это же невозможно Это же сколько всего надо Чтобы другие люди Начали делать Чтобы это стало возможно Потому что как Ну я хочу Понимающего партнёра Любящего Чтобы он делал Это, 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 это И начинается тоска внутри Как же это Ну нереально Такого найти Это же получается Ответственность За своё счастье Вы перекладываете На другого человека Он Если он тот Кто мне нужен Тогда он мне Должен по гробу жизни Причём каждый день 365 дней в году Поддерживать марку Иначе это уже Не тот человек И этому другому человеку Что приходится Если у него Чувство вины Да Да Никому не нужно Он просто боится Одиночества Если этот человек Тупо боится Одиночества Он начинает Соответствовать Всем пунктам В вашем списке Полностью капитально Предаёт себя Вы смотрите Говорите Ты моя вторая половинка А вот такой Боже Главное Не остаться Одному И сам факт Того Что нам Нужен рядом Человек Который С лёгкостью Предаёт себя То есть Мы ему Что-то говорим Я хочу этого Он делает Он говорит ей Я хочу вот этого Она делает Она делает И это И это И это И это Все исполняют желания Все классно Джин из бутылки А не жена Да Мы говорим Вот Это Классная чувиха Она не говорит Мне нет Она не противоречит Она всегда Меня обнимет Она всегда Меня поддержит Она всегда Меня поймёт Вы что Издеваетесь Да А ответственность За все эти действия Почему Лежит на другом Человеке снаружи А не на вас Самих Сам факт Фактор того Что Ответственность С самого момента Попадания В вас Как сознание К маме В живот В эти клеточки Кто когда Туда входит С этого момента Следствие За действие И за недействие За отсутствие действия И за действие В любом случае Возвращаются Всеми посылками Только к вам Вы выходите Из тела Летаете В астралии Да Там Осознанные Сновидения Посылки Все равно Идут к вам Следствие Ваших Мыслей Чувств Эмоций Решение Задуматься Или не задуматься А после того Как вы задумались Решение Анализировать То О чем я Только что Задумалась Или нет Тут такая Хрень Получается Еще нужно Ее проанализировать А еще нужно Поразмышлять Да Ой нет Я задумалась Этого хватит И так пугает Видя то О чем я так уже Задумалась И что я увидела О нет Я пойду Лучше Шарлотку Сделаю Вот муж Домой идет Надо соответствовать Это качество Вашей жизни А какой смысл Какой для вас Вот например Смысл того Что Проходит жизнь Мы учимся Учимся Работаем Женимся Работаем Помираем Объясните Вот кто Может поделиться Своим Смыслом Жизни Никто Наташа На какой-то момент Было Такое ощущение Что Когда Ты попадаешь В эту рутину Что Счастье Было Либо От присутствия Человека Который Рядом Ну вот Как казалось Либо От присутствия Человека Либо Еще В том Что Ты Именно Делаешь То есть Любимая Работа То есть Либо Присутствие Человека Либо Любимая Работа Занятия Которые Приносят И удовлетворение И Как бы Ощущение Счастья То есть Если Если нет Нелюбимого Человека И нет Любимой Работы Тогда Будешь Будешь Страдать Так Ну Сейчас Уже Наверное Нет Потому Что Взгляд На Человека Который Ну Словно Можешь Выбежать Рядом В итоге Понимаешь То Что Как бы Через Свой опыт Через Тебя Отношения Понимаешь Что Он Есть Как бы Часть Тебя Он Есть То На Что Ты Можешь Претендовать И Он Действительно Не несет Ответственность За то Что С тобой Происходит Да Спасибо А еще Кто-нибудь Смысл Жизни Да В принципе Смысл В чем Угодно Главное Как бы Не мешать Себе Выбирать Нет Мне Это Мне Неинтересны Концепции Мне Интересен Личный Опыт Допустим Если Я Про себя Буду Говорить Лет 20 Чем-то Когда Я На работе На Ксероксе Убила Печатанную Фотографию Семенную Я была Замужем Там Будет Мороз Мама Ребенок Семка Положила Диван Ковры Когда Я Поняла Что Вот Так Можно Прожить Жиль У Меня Началась Семка Стала Плохо Истерика Да То есть Я Каждый раз Когда я Сказала Эту картину В голове Мне становилось Плохо Я понимала Что Так Жить Не могу И Соответственно В того момента Я стала Искать Что Я могу Где То Истинное Через что Я могу Чувствовать Радость Состояние Независимости От Кого-то От Чего-то От Человека От Работы Я Я К Шла Я С Работала Только Работала Со С Ментальным Эмоциональным Центром С Физическим По-другому Потом Осознание Становится Твоей Частью Твоей Жизни Ты Без Этого Больше Не Можешь Ты Понимаешь Что Любое Все Что Не Произошло С Тому Ты Можешь Это Рассмотреть Увидеть Все Как Это Сформировалось Как Это Создалось И В этом Огромный Кайф И Ты Видишь Как Ты Свою Жизнь Можешь Выстраивать Только Ты В Жизни И Нет Никого Кто Кроме Тебя Никого Нет То есть Любой Человек Который Оказывается В твоем Входе Создает Ты Видишь Как Это Все Создалось Почему Человек Оказался Что У тебя Было Проработанное И Он Создался Для Такой Ситуации На Которую Ты Отреагировала Ага А можно Тогда Вопрос Обесценивается Или Вот Этот Образ Жизни При этом Я Сначала Я Пошла По Отрицание Того Что Было Потом То есть Я Увидела Что Если Ты Будешь Отрицать То Ты Отрезаешь Какую-то Часть Жизни Часть Самого Себя И Здесь Основное В принятии Полностью И Себя Той Потому Что Благодаря Себе Той Я Вышла На Той Уровень В котором Я Сейчас Потому Что Все Ситуации Которые Были Созданы Они Привели Меня В итоге Вот Были Превалирующими На сознании То есть Они Создали Какие-то Ситуации Были Которые Мне Было Плохо И И Исходя Из Этого Плохо Я Начинала Искать Выход То есть Все Это Только Присоединение То есть Нет Вот Этого Что Откинуть Да То есть Вот Это Выбросить Я Не Люблю Эту Часть Я Нужно Рассмотреть Принять И Тут Даже Есть Механизмы Как определить Принята Часть Или Нет То есть Ты испытываешь Кайф Когда Ты Принимаешь То есть По телу Кстати Да Да То есть Эмоциональная Часть Принята И Это Как Дополнительная Обция Хорошо Но Вот Я Немного В другую Сторону То есть Мы Ушли Уже Очень Широко Вот Сам Смысл Да Родиться Учиться Работать Создать Семью Работать И Помереть Сама Эта Структура Она Не пугающая Это не значит Что она Это деград Это не значит Что это Деград Ну Деградирование Это Просто Один из путей Который Можно Этот путь Можно наполнить В комнату Заходите Можно поставить То есть Эта комната Может серая Быть Серая Пыль Снова Одно и то же Там Сидит монстр Быта На кушетке Такой И вы Сами Несете Ответственность За то Чтобы Вытереть Пыль То есть В этих же самых Действиях Обучение Работа Семья Работа Гроб В этих В этих Действиях Вы Сами Несете Ответственность Чтобы Вытереть Пыль Принести Цветы Включить Зажечь Аромалампу Украсить Стены Или Разрисовать Или повесить Обои Повесить Картины Сделать Уют То есть Проявить Свой Внутренний Мир В своем Собственном Пространстве Да Все свое Ношу С собой Вышла На улицу Картины Обои Все Понесла С собой Сейчас Прихожу В универ Все Расклеила Я сижу На своем месте В аудитории Со всем Своим Добром Потому что Я хочу Чтобы Мое Пространство Было И с цветами И с аромалампой И с картинами Или еще С чем Это В общем-то Аналогия К тому Что Мы носим Свое Пространство С собой Постоянно Никуда Она не девается И говно И пространство Все это здесь И поэтому Не важно В какой Шаблон Жизни Вот Вот этих Вот действий Либо Работа Путешествия Там Холостяцкий Образ жизни Смерть Либо Выучилась Вышла Замуж Десять Детей Развелась Работа Опять Смерть Не важно Как это называется Не шаблон А вот Да Не важно Какой сценарий Но Это как Просто Пустышки Вы Со своим Внутренним Миром Со своим Внутренним Самоощущением С умением Создавать Эмоциями И чувствами Наполненность Своего пространства Заходите В любой Из сценариев И тогда Уже Именно От вас Зависит Насколько Он становится Ярким Насыщенным Какая-то Музыка Играет Там Не знаю Тимо Там Сыро Или светло И радостно Потому что Часто Это склеивает Понятие Вот этот сценарий Это полное Говно Посмотрите Социум Так живет Это полное Говно Поэтому Мне нужно Пойти Начать Бить Вместо Что Выйти Готить Стенку Вот тогда И я не буду Жить по этому Сценарию Я просто 40 лет Буду делать Одно и то же Я буду этим Гордиться Я назову Это духовный Рост Самопознание При этом Должна быть Обязательно Боль Иначе Я не понимаю Себя А как я понимаю Себя Если должна быть Боль Для того Чтобы понять Себя Эти жизненные Сценарии Вы каждый Наполняете Своим Собственным Выбором Принятым Решением Задуматься Размышлять Анализировать И понять Или не понять Потому что Мало Просто задуматься Проанализировать И поразмышлять Необходимо Понять Почему вы этого Хотите А почему вы этого Не хотите Почему вы делаете То чего вы не хотите Хотя вы понимаете Что это не то Что вам надо Но вы продолжаете Это делать В общем-то Ничего страшного А почему Это ничего страшного Если это то Чего вы не хотите Делать Если это то Что делает вас Не таким счастливым Не таким тотальным Наташа Можно частично возвращение К той теме Как вдвоем Да Да Например у меня Такой случай Недавно был Что я встретила человека Который Очень такой добрый У него сердце Действительно Хорошо работает Анахата Я это чувствую Я вижу Что у него Все это так круто А у меня этого нет И я начинаю Его слушать Что он мне говорит И вот он мне говорит Что Я эгоистка Потому что В отношениях Я думаю Больше о себе То есть я у себя На первом месте стою Человек Человек Красный Вот Ну он еще херман Он смотрит в мою руку Говорит У тебя от этого Такие-то проблемы будут Такие-то болезни Потому что Ну во-первых Вселенная В ней Все есть И нужно ощущать Себя Как нечто единое Нужно начать С отношений То есть Если я научусь Ощущать себя С моим молодым человеком Как нечто единое И засуну Себя Своё желание Засуну В жопу Буду Делать то Что он говорит Потому что Во-первых Мы учителя Друг у друга И он мой учитель Он мне что-то говорит И я должна его слушать Наоборот И наоборот тоже То есть Мы должны слушать Друг друга Что надо делать Чтобы Стать единым А потом Еще сильнее расшириться И принять в себя Весь мир И тогда Ты будешь чувствовать Все это единство Вот например Как происходит С клетками Когда возникает Раковый опыт Ну да Она чувствуется Отдельно от организма Да Она еще от себя отдельно Делает то Что она хочет А не то Что хочет Весь организм И что я поступаю Точно так же И поэтому У меня там И ты с этим согласна Я просто вижу Ну этого человека Я вижу Что у него Круто работает сердце А он не работает А может у него Здесь не работает Если у него здесь работает Ну я не знаю Я понимаю Что значит так Я начинаю чувствовать себя Плохой Начинаю бояться Потому что Со мной может случиться Все эти болезни Которые мне там Бонаговорил Да Как бы у меня начинается Нервоз Я начинаю чувствовать Боль Винить себя Винить его За то Что мне больно И я не понимаю Как на самом деле Ну должно быть Потому что Он для меня Применен Именно из-за А почему Ты ставишь То есть Если у человека Открыто Сердце То чего нету У тебя Ты ставишь Его в авторитет И почему Ты на все Сто процентов Его слушаешь У него Ты только По сердцу Его поставила В авторитет Почему На всю сферу Своей жизни Потому что Он мне Смотрит По руке Он действительно Давно занимается Херманией Он понимает В этом Говоришь У меня такая Передрасположенность Я сама Не знаю Как бы И плюс Вот видишь Ты вот такая Эгоистка Потому-то Потому-то И вот Мне пример Это в плане Логики Меня Я поняла Я поняла Вон туда Или вон туда Включать Свои Мозги Вы знаете Сколько хрени Я слышу Снаружи Вы просто Мои сообщения Вконтакте Не читаете А комментарии Которые были Выложены В группе Просветления Когда мы Поставили Что мы С Маратом Едем Там Столько Дерьма Народ Вы что Если я Начну Слушать Вас Я не смогу Говорить То что Я говорю Здесь Я не смогу Это вы Говорить Из своего Опыта Потому-что Я начну Слушать Вас Вы что Издеваетесь Что Что У меня Все Гармонично С детства Сейчас У тебя Все Гармонично В плане Тела Тоже Ты знаешь Что Ты можешь Просто посмотреть Что человек Допустим У него Не работают К примеру Три человека Или хуже Чем у тебя Зачем тебе Этот пример Если Ты знаешь Что у тебя На данный момент Все лучше И что Так что Мне С ним Не общаться Ничего Нет В смысле Он Не авторитет Для тебя Человек А если Ты Увидела Что Такое Сияние Не вышло Может быть И что Ну идет У нас Что Будет Через Год Если Он За тебя Будет Решать Что Тебе Надо Надо Если Просто Не он Но Другой Человек Которого Ты Ставишь В Авторитет Он Начнет Говорить Что Тебе Надо Потому Что Он Типа Лучше Знает Как Он Может Лучше Знать Он Чувствует Твое Тело Он Слышит Твое Тело Он Знает Что Тебе Надо Чего Ты Хочешь А Чего Ты Не Хочешь Ну Есть какие-то моменты Допустим Увидеть Мою Жизнь Мой Какой-то Вариант У тебя Будет То И Ты Сделаешь Это Нет Просто Если Мне Говорят Что Будет Это Плохое Что Для Меня Я Начинаю Бояться Я Знаю Что Он Видит На Сам Дело Я Понимаю Что Он Это Увидел Все У Меня Замыкается На этом То есть Ты Доверяешь Мнению Другого Человека Авторитет Смотрите Я Не знаю Даже Какую Аналогию Берите Такую А Если Он Учится Водить Вождение А Если Он Скажет Сворачивает Туда Когда Там Стена Может Он Бухой Немножко Сейчас Да Подожди Я Должна Сама Видишь Там Стена И Когда Он Для Меня Авторитет Я Знаю Что Он Должен Видеть Что Там Стена А Я А По Какой Причине Я Могу Не Видеть Что Там Стена Нет Ну Видно Вот Видно Что Здесь Стена А Он Мне Говорит То Я Смотрю На Него И Слушаю Только Его Когда Мы Ставим В Авторитет Другого Человека Я Не Отменяю Партнерство При Этом Когда Мы Ставим Другого Человека В Авторитет Потому Что У Него Другой Вернее У Него Опыта Больше Или Он Достиг Чего-то Большего То Куда Мы Стремимся Мы Автоматом Автоматом Закрываем Глаза Мы Закрываем Глаза И Говорим Говори Мне Куда Идти И Он Говорит Иди Туда Я Иду Туда Он Говорит Иди Туда Иду Туда Иди Туда Иду Туда Я Не Вижу Куда Я Иду Я Не Вижу Куда Я Ему Полностью Доверяю А Вдруг Он Бухой А Я Не Вижу Я Здесь эта тонкая грань, так же самое, как любую книжку эзотерическую можно поставить в авторитет, труд этого человека, и сказать, окей, я теперь живу только потому, что написано здесь. То есть я не включаю свой мозг, я не начинаю задумываться, может быть, вот это к моему опыту жизни не подходит. То есть в общем-то вот эта вещь, да, мне нужна, но вот это и вот это и вот это мне не очень подходит. Но я вижу, что эта вещь мне нужна, я ставлю в авторитет, я прохожу точно такой же опыт, я начинаю запихивать себя в этот же самый опыт. Тогда я не смогу найти что-то свое новое, я не смогу скомбинировать его опыт и свой опыт. Я просто буду делать то, что он говорит. Вот эту тонкую грань я имею в виду. Знаешь, еще был такой момент, который меня совсем запутал. Есть знаки на руке, предрасположенность к какому-то поведению. И вот есть так называемый условный знак барана, потому что человек невосприимчив. Вот. И он сказал, что у меня очень активен этот знак, что я очень уперта и не воспринимаю. Вот. И что я должна научиться слушать, ну, слышать других и воспринимать их информацию, и что даже там его я не воспринимаю его информацию, у меня до этого научиться. Я как бы, еще больше это меня к тому, ну, свой к тому, что я должна доверять, что я же его не слышу, мне же говорят, что у меня знак барана, да? Я должна воспринимать других и как бы принимать их информацию. Начни изучать романтик. Ленинки меняются в зависимости от выборов. Хорошо, если бы на планете больше не было никого, кроме тебя, как бы ты принимала решение, что делать? Ну, тогда самостоятельно полностью. А почему сейчас нельзя самостоятельно полностью? Хорошо, если человек знает больше, чем ты, тогда что? Что ты должна делать, если он знает больше, чем ты? Ну, узнать, наверное, самой. Ну, не знаю, не послушайте. Ну, ты идешь на один семинар, на второй семинар, на третий семинар. Разных трех людей, которые знают больше, чем ты. И попадает противоречивая информация. Ты веришь и здесь, и здесь, и здесь. Приходишь домой и начинаешь медленно сходить с ума. Потому что здесь, говорят, тело не существует. Наташа говорит, тело – это ты. Еще кто-нибудь говорит, здесь никого нету. И все эти люди знают больше, чем ты. Ты приходишь домой, с этой информацией, что происходит с тобой? Ты всем им поверила? Я, наверное, люблю просто человека наиболее гармоничного. Я просто почувствую человека из всех этих учителей. Я почувствую, что вот этот в плане энергии, развития внутреннего, он самый крутой. А если ты не сможешь его почувствовать? Вот у меня именно фишка в том, что я просто чувствую. Я просто почувствую состояние его чакр, например. О, не очень круто. Ну, значит, это действительно человеку понимающий. А у этого там не очень. Значит, его не стоит слушать. А если не будет… Если все люди будут… Не все, например, там 20 мастеров. С разными конфликтующими знаниями, но с раскрытыми, прокачанными чакрами. Между кем ты будешь выбирать? Самого прокачанного. То есть тебе нужен самый прокачанный чувак, чтобы сбросить на него ответственность решать самостоятельно. Видеть. Самого прокачанного. Не важно, что он там говорит, главное, что он самый прокачанный. Ты слышишь это? Ну, это неуверенность в себе, я понимаю, конечно. Если бы я была полностью в себе уверена, мне это было бы не нужно. Так как начать быть полностью в себе уверенной, если ты смотришь на двух противоположных мастеров и выбираешь не учение, а прокачанность? Ну, это как приходить, не знаю, там, на дискотеку и не общаться с девушками, а выбрать самую длинноногую сискастую. Так, ладно, поржали. Слушать других, а не себя. Нормально. Нормально слушать других, а не себя. Другой человек лучше знает, что мне надо. Слушай, что мне надо? Я вот не знаю. Ой, тебе не знаю, что мне надо тебе. Нормально. Она не знает, что мне надо. Что такое? Ты плохая, ты не знаешь, что мне надо. Ты не прокачана. Ой, я не знаю, что такое чакра. Знаете, стоит на стене написать там, я сегодня чувствую себя устала, там, у меня там то-то болит, однозначно, 40 комментов и каждый из них совет. Я говорю, народ, вы прочитали сообщение? Я не спрашивала, что мне делать надо. У меня есть для этого тело, я в курсе. Вам всегда скажут, что вам надо делать и что вам надо хотеть. И еще докажут вам, почему вы это должны хотеть. А если человек умный и прокачанный, он очень хорошо докажет вам. А я говорю, думайте своим мозгом. Я говорю, не слушайте меня, хватит уже. Начинайте мозгом думать. Я вам вопросы задаю, чтобы вы могли думать, а не я. Я-то себе думаю, я свою жизнь строю. Что в всем проблеме-то? Так вот, папа и мама всегда говорят нам, что нам надо, да? Куда нам надо пойти, обучаться. Что нам нужно сделать, когда нам нужно спать, что нам нужно кушать, какими нам надо быть и какими особенно нам быть не надо. Мы слушаем папу с мамой, прекращаем слушать себя, и тогда мы становимся как бы отрезанными. Ну, не то, что отрезанными. То есть вот есть Вселенная, есть ваше тело, есть коммуникация между телом, сознанием, Вселенным. Для меня это одно большое сознание. Когда я говорю, я просто разделяю на части, чтобы было понятно, о чем я говорю. Да, вот как. И со всеми частями всегда присутствует коммуникация. Между всеми частями всегда присутствует коммуникация. Когда мы перестаем слышать себя, мы говорим, этот человек больше меня знает. Да, там, моя мама, мне 5 лет. Мама больше в курсах, что мне надо. Почему? Мама что, полностью меня чувствует изнутри, как я сама и даже лучше? Ну, по какой причине можно сказать, что мама лучше знает, что... Жизнь у нас. Ну, например, она знает, что пойдет снег, надо обереть. Хорошо. Ребенок не осознает еще себя, как поединист, который может, ну, просто он сам может принимать... Некоторые в 25 лет этого не осознают. Не только в 5. А если, например, рождается, вот рождается ребенок совсем другими потребностями, чем вот общий социум, да? Он там, например, телепат. Болтать он не хочет. Ему ставят диагноз и кормят таблетками, потому что взрослые из опыта лучше знают, что нужно такому ребенку, чтобы он заговорил. Я это еще называю обновление данных. У нас есть какой-то опыт. Мы делаем какой-то вывод. Мы этот вывод потом не пересматриваем. Мы дальше живем относительно этого сделанного вывода. Там, не знаю. В мире существует насилие. Это факт. Это плохо. И нужно избегать тех людей, которые проявляют жестокость, грубость и неуважение. Потому что однажды я шла по улице и увидела, как здоровый лоб бьет маленького ребенка. Я сделала кучу вот таких вот выводов. Исходя из этих выводов, я начала жить. Я выхожу в жизнь, я смотрю на людей, и как только я вижу вот такой образ, вот этого вот лба, который бил ребенка, я понимаю. Вот это сразу же я понимаю. Наверное, он жестокий, наверное, он грубый. Наверное, если я к нему подойду и начну с ним общаться, он тоже будет меня бить. Во всяком случае, это не хороший человек. Есть опыт, есть вывод. Мы не пересматриваем ни вывод, не идем глубже туда, чтобы проверить, так ли тот вывод, который мы сделали вот однажды. У тебя сделала вывод в 14 лет, да? Но мне уже 15. Быть может, ситуация на земле за год изменилась, но хотя бы в моем дворе, а может быть, дядя Вася не такой, как дядя Федя. Но нет. Есть определенный вывод. И так безопаснее. Проживаешь жизнь там с партнером, набираешься всякой штуки. Понимаешь, вот это, вот так, вот так, ага, я уже просекаю фишку отношений. Иду в следующие отношения, я понимаю, этот чувак, наверное, будет делать все то же самое. Почему? Это же совсем другой человек. Но у меня уже был опыт, я сделала свои выводы. И когда я иду в следующие отношения, я несу выводы вместе с собой. Чемоданчик такой. Ну что, милый, будем жить вместе, да? С моими выводами о тебе. с моего прошлого партнера. Существует огромнейшая вселенная. Существуете вы как игрок. Огромнейшая вселенная – это организатор. Вот у вселенной и у вас есть ответственность. Вселенная – огромный организатор. Вот такой вот организатор, который так вот лежит, он привозит еду, все здесь организует. Вселенная создает реальность, создает ситуации, создает обстоятельства снова и снова, снова и снова. Я называю это генератор реальности. Такая большая тетка, рыжие волосы, два хвостика, написано генератор реальности. И вот если я позвоню Антону и скажу, Антон, я чего-то хочу, он соберет людей, зал, и сделает встречу, просто потому, что я говорю, я чего-то хочу. Я понятия не имею, чего я хочу. Я понятия не имею, чего я хочу. И тогда вселенная понятия не имеет, чего делать. Пока вы как игрок не знаете, чего вы хотите, вселенная говорит, ну это, ну как бы, а что мне-то делать, если ты сам не знаешь, чего ты хочешь? А ты говоришь, окей, мы начитанные, умные. Мы говорим, вселенная, я хочу понять, чего я хочу. Я хочу понять, чего я хочу. Это много обстоятельств разных сделок. Вселенная делает мне много разных обстоятельств. Я очень четко начинаю понимать, чего я не хочу. Нет, 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 нет. где-то между этими моментами есть проблески и ситуации того, что мне на самом деле надо. Но я так захвачена этими наездами реальности, когда я понимаю, я и этого не хочу, и этого не хочу, и этого не хочу, что мне не хватает внимания увидеть, что вот это мне нравится, и вот это мне нравится. Я уже там в полной защите, в обороне, такая, эээ, не хочу. Так, я предполагаю, что как только я спрашиваю, чего я хочу, я тоже получаю все, чего я не хочу. И сфера моего внимания сужается или расширяется на все, что со мной происходит. И я подразумеваю, сейчас я буду понимать, что вот это все, я этого не хочу, однозначно я этого не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. То есть мой радар настроен сразу же, что после первого опыта я спросила Вселенную, помоги мне понять, чего я хочу. Я тебе разложу весь ассортимент. Весь ассортимент. Я подхожу к первой лавке, мне нагрубили. Я думаю, ого, нет, спасибо, я этого не хочу. Ко второй лавке какую-то хрень сказали. Да что такое, да ни этом не надо. Когда я подхожу к десятой, я понимаю, что кажется, там весь магазин такой. У меня уже есть мой вывод. После десяти контейнеров или как магазинчиков, я понимаю, что вот еще сто рядов, по сути, будет повторяться так же само. Я туда уже не иду. Ну как, у меня есть вот десять. Ну хорошо, более продвинутые. Такие говорят, ну хорошо, я испытаю свою судьбу, я пройду еще десять магазинчиков. И еще десять магазинчиков, я слышу все, что мне не надо. Мне предлагают, а мне это не надо. И я уже раздраженная после двадцатого магазина. Я раздраженная, говорю, да что ж такое? Ты что, не понимаешь, что мне надо? Ко вселенной с запросом, ну как же, ты же великая вселенная, неужели ты не понимаешь, что нужно мне? В этом ответственность вас, как игрока. Понимать, что вам нужно. Что нужно именно вам. Исходя из ваших ощущений, из ваших потребностей, из ваших чувств. Из того, что вам интересно или неинтересно. Это когда заходишь в огромнейший магазин. Там есть абсолютно все. Но если ты не знаешь, чего ты хочешь, можно с ума сойти. Так как 60 каналов, да? Ничего, смотрите. Да, уже два часа ночи, а я все щелкаю, потому что я даже не знаю, чего я хочу. Это мне не нравится, это мне не нравится, это мне не нравится. Да мне все будет не нравиться, потому что у меня нету этого маячка. То, чего я хочу. Потом я начинаю прислушиваться к себе. Нет, сначала я начинаю прислушиваться к другим. Слушайте, чего я хочу, вы не знаете? Вот посмотрите, вы видящая, посмотрите на меня и скажите, чего я хочу. Ну как же. Надо найти того, кто скажет. Представь, что ты видящая, скажи мне, чего я хочу. Ну давай, ну помоги мне, ты знаешь, как я мучаюсь. Идите отсюда. Так я обычно говорю, так нечестно. Слушайте, ну кто же мне поможет-то? И все люди такие злые и холодные, да? Никто не скажет мне, чего я хочу. Да, умников полно найдется. Тебе надо больше любить людей. Больше любить людей? Да, да. И это надо. Сердце раскрыть. Тебе на руке написано. А если тебе говорят, допустим, ты хочешь клубники, вот, вот это, посмотри, она так пахнет, она такая классная. Ты понимаешь, что да, действительно. Ты отвечаешь, что ходить, соглашаешься. Почему? А если ты внутрь смотришь и спрашиваешь себя, ты сейчас голодный или нет? Это более продвинутый. А что ты сказала еще раз? А, мне нужно сердце открыть. И что там еще? Любить людей. Любить людей надо больше, да? Я прихожу, думаю, слушай, а классно, мне нравится такой подход, да? Любить людей, это очень выгодно. И сердце открыть тоже прикольно. Стану для некоторых авторитетом. Говорю, вселенная, слушай, и вправду. Дай мне, пожалуйста, открытое сердце и умение любить людей. Ну? И я хожу и жду. Ну, когда же мое сердце откроется? Когда же я начну вас любить? Да что ж такое? Ну, я же попросила вселенную. Это же на ней ответственность, чтобы у меня открылось сердце. На ней ответственность, чтобы я начала любить людей. Я тут ничего не делаю. Нет, а как я понимаю, что люди такие сволочи? Вы что? Я говорю, да вселенная, ну когда же у меня будет уже это умение любить людей? Они меня раздражают. Ты куда-нибудь выходишь? Везде одни люди. Приходится зарабатывать бабло сидеть в офисе с этими страшными людьми, чтобы потом... Вселенная нас, вселенная людей, людей это подводит. И чтобы потом поехать в лес, где людей нету, и наконец-то стать счастливой. То есть я понимаю, вот на этом резонансе, я вдруг понимаю, «Боже мой, я, наверное, в лес хочу, я жить хочу в лесу, потому что люди меня достали». Я подхожу и говорю, «Вселенная, слушай, дай мне домик в лесу, пожалуйста». Да без проблем, это только как действовать. Лес есть, пожалуйста. Так нет, дай мне домик. Домик мне дай в лесу, пожалуйста. Уже готовый? А? Уже готовый? Да, уже готовый, оплаченный, прописанный на мое имя. Я только приду туда, заселюсь, и все круто. Все. Я на своем месте. Ничего, вселенная и покруче делает. Она реально подгоняет человека, который вас спонсирует и покупает вам домик. И все круто. Ну, пару раз переспать не такая проблема, правильно? И вы едете в лесу. Такие. И вы едете в лес. Вы живете в этом домике. Там нету интернета. Ну, вселенная же не бухает, она пытается, чтобы вы что-то поняли внутри себя. Там нету интернета. Там постоянные перебои с электричеством, там бойлер не работает, то не работает, то перегорает. Такие уже возненавидели этот лес. Не домик, лес. Потому что срать приходится в лесу. От домика до города очень долго приходится там собирать ягоды. А еще нужно, типа, огород там. Что-то там садить надо. Того, что издевайтесь, я же просто домик хотела в лесу. А не всю эту хиромантию. И я снова понимаю, я этого тоже не хочу. Вы знаете, сколько лет проходит в поиске того, чего я хочу. Потому что, во-первых, я очень долго думаю, чего я хочу. Потом кто-нибудь мне говорит, я думаю, да, вот это вот как-то мне близко, наверное, я этого хочу. Я прихожу ко вселенной и говорю, дай мне это. Дай мне это. Вот просто от фонаря дай мне это. Начинает какая-то ситуация происходить в жизни. Непонятки разные. Занимает год, два, три. Я наконец-то добиваюсь того, чего я хочу. Все классно. Потом я понимаю, еще два года проходит, я понимаю, что я этого не хотела-то, в общем-то. Это не то, чего я хотела. То есть я хотела этого, но не так. Я думаю, от обратного. А как обычно бывает? Этот великий маятник, да, я пошла сюда, любить людей, открытое сердце. Получилось, люди сволочи. Повернусь на 180. Одиночество, аскеза, лес, медитации. Нет интернета. Люди сволочи. Я снова поворачиваюсь сюда, но думаю, блин, опять идти в социум приходится. Прихожу сюда, я не понимаю, чего я хочу. А люди еще больше на меня накидываются, говорят, чего я должна хотеть и начинают учить меня жизни. Я начинаю бегать туда-сюда, от одного к другому, на 180, главное, на 180. Я не останавливаюсь, чтобы задуматься. Я просто бегаю от одной стенки к другой. До момента, пока кто-нибудь не скинет ролики Наташи Северской, да, фу, боже, ой, я выпала из маятника, круто. В этот момент я задумываюсь. Ну, это так, аналогия просто, не понимаете буквально. В этот момент я резко задумываюсь, да, блин, когда уже жопа капитальная происходит, да, вас уже достало бегание туда-сюда, туда-сюда, один парень, второй парень, третий парень, жена, там, еще что-нибудь, одна работа, вторая, третья, четвертая, все не устраивает, не устраивает, не устраивает, куча недовольства, когда это уже вот перекрывает все этажи, мы наконец-то останавливаемся и начинаем думать и размышлять. Вообще-то этот момент можно делать каждый день, да, все время понимать себя, все время задумываться, почему я сейчас это чувствую. Каждый момент жизни вы очень много ощущаете телесно. Вадь, спрашиваешь человека, что ты сейчас чувствуешь? Не знаю. Ну, почувствуй, что ты сейчас чувствуешь? Ну, не знаю, ну, ничего, ну, хорошо себя чувствую. Хорошо это не чувство, это состояние. И как-то с лесом мы так делали, я говорю, вот давай, по логике вещей, у меня так вот, в каждый момент жизни у меня вот 4 до 12 чувств и эмоций в один момент. Ну, просто я очень много всего чувствую и поэтому я так могу это распознавать. Я говорю, он говорит, да не бывает так, как бы, ну, говорю, хорошо, давай, что ты сейчас чувствуешь? И он начинает одно, второе, третье, четвертое, уже больше одного самоощущения вот в этот вот момент. А мы отвлекаемся и бегаем, потому что я не знаю, чего я хочу, я не знаю, чего я хочу, я не знаю, чего я хочу. А потом я говорю, вселенная, ну, блин, ты же полностью безопасная, почему ты не сделаешь то, что мне нужно? Потому что ваша ответственность понять, чего вы хотите, прийти в бюро услуг и сказать, я хочу вот это. Вы пробили чек, пошли и получили. Все просто. Вот здесь становится все очень просто. До момента, пока вы не понимаете, чего вы четко хотите, начинается беготня. К одному магазину, ко второму, к третьему, на другом конце города, а вот там я слышала, в другом городе такой магазин есть. Может быть, там будет то, что я хочу, но я понятия не имею, чего я хочу. Но может быть, там я что-то найду для себя интересное. Все получается легко и просто, и эффективно, когда вы четко определяете для себя, что вы хотите в жизни, кем вы хотите быть, что вы хотите проживать, какое качество жизни вы хотите. Намного проще и легче обознать, чего вы не хотите. Смотрим телевизор, выходим на улицу и сразу понимаем, 200 пунктов, чего я не хочу в своей жизни и ни одного, чего я хочу. Еще один такой момент в определении, чего вы хотите, скрывается, как же это мягко выразиться, подвох. Например, человек говорит, я хочу единства. Ну реально, я хочу единства. Я говорю, для чего? Ну как? Чтобы счастливым быть. А сейчас почему не счастлив? Сейчас что, не счастлив? Какое сейчас состояние? Ну как? Сейчас куча проблем, там депрессии, заморочки, там вот там боль, чувство, вот там еще что-то. Я говорю, так для чего тебе единство? Ну как, чтобы счастливым быть? А сейчас что? И начинается перечисление жопы. Я говорю, так для чего тебе единство? Так чтобы жопы не было, что непонятно. Так вот это и нужно до себя донести. А что? Для чего именно вам то, что вы хотите? Для того, чтобы создавать и наслаждаться? Или чтобы из вашей жизни что-то ушло, исчезло? Потому что, когда есть эта целостность, есть это проживаемое единство, наступают умиротворения, проблемы исчезают, все классно. и мы смотрим на вещи, например, в магазине, и там прописано ингредиенты, вот там сок, много соков на полке, есть ингредиенты. Мы смотрим по ингредиентам. Больше нету боли, нету дискомфортов, никакой депрессии, счастья, офигеть. Я хочу этот сок, как называется? Просветление. Я хочу просветление. Почему? Потому что там написано, больше нету боли, нету дискомфортов, нету страданий. Я очень хочу такой сок. Не потому, что там написано счастье, а потому, что вот этого больше не будет в моей жизни. То есть, я хочу очень быстро, легко и просто, чтобы жопа из моей жизни ушла, при этом я, в общем-то, ничего не буду делать, потому что просветление же мое естественное состояние, единство и целостность, мое естественное состояние, нужно просто расслабиться и подождать. Сока нужно выпить точно. Поехала на семинар. Не работает. Что ж такое? Некоторых вставляет, но не на полную. Да что ж такое? А стоит осознать, что единство, например, или просветление, или что-то еще в вашей жизни, вам необходимо, чтобы проблемы в вашей жизни исчезли, то когда вы это осознаете, вы можете переформулировать ваш запрос. Я хочу научиться понимать себя так, чтобы то, что я вижу, как проблема, стало для меня опытом, мудростью, чтобы я понимала себя настолько глубоко, что само понятие проблемы куда-то растворяется. Вместо проблем я вижу опыт. Я вижу опыт вместо проблемы. Вместо ошибки я вижу опыт. Вместо, когда я смотрю, что кто-то, например, меня предает, вместо боли, ненависти, обиды, я начинаю рассматривать ситуацию, я смотрю на это как на опыт и думаю, ммм, любопытно, а как так произошло? А почему так произошло? Когда вы четко понимаете, для чего вам нужно то, чего вы хотите, тогда нужно четче сформулировать вопрос, ну, запрос ко Вселенной. И тогда уже четче. Либо я хочу единство и просветление, чтобы не было жопы в моей жизни, либо я хочу настолько тотально себя понимать и проживать каждый момент жизни, что, естественно, вследствие того, что вместо ошибок, боли, предательства еще всех тех пунктов, которые называются жопой в этом списке, становится мудрость, опыта. Много разных осознаваний, которые потом можно применить, комбинировать. С ними можно что-то делать, как конструктор. То есть, либо мне мама приносит коробку с конструктором, я смотрю, вот какая-то грязная, она грязная. Ну, понимаете, был дождь, мама уронила коробку, потом ее притащила, положила на стол. Мама, ну ты что, вообще? Я не буду с этим играться. Берете и выбрасываете. То есть, это плохо. Это, например, предательство. Я это выбрасываю. Я не люблю такое. Я с этим не хочу взаимодействовать. Мама вообще виновата в том, что она такое в дом принесла. Мама, в смысле, вселенная, да? Это она в дом принесла. Она в мою жизнь, в моей жизни соорганизовала предательство. Мама, ты что, не понимаешь, да? И совсем другое, когда каждый элемент жизни, каждый элемент обстоятельств того, что с нами происходит внутри или снаружи, мы воспринимаем как нечто, что становится интересно и любопытно понять, познать. Ну не так, что я, мам, принесла коробку. Грязная. Думаю, блин, серийный номер, что там вообще такое? В гугле поискала. Ага, ох, блин, это конструктор. Ну нифига себе вообще такая. Стремный конструктор. Ну ладно. Хотя вы подходите к этой, да? Вычищаете ее, открываете. Наконец-то можно играться. То есть, когда опыт пугает, да? Он пугает, вы думаете, ой, что же это со мной происходит? Сейчас открою эзотерическое учение и посмотрю, что нужно с этим делать. Открываю, написано, любить себя. Что это значит? Любить себя. Что это значит? Написано, любить себя. Я сижу, люблю себя, но не помогает. Вот сейчас буду переходить к более главному. Это просто вот такая раскачка. тело, тело, личность, эго, ум, в общем, разные части, которые, не знаю, как по-разному, в разных религиозных направлениях называются. Для меня это все инструменты. И вот от того, как настроен мой инструмент, так я и играю. то есть, знаете, вот раньше в школе были ручки 4 пасты, 4 цвета в одной. Круто было. И вот если я настраиваю эту ручку только на красный цвет, я пишу только красной пастой. Если на синий, то только синие пастой. Я же не могу настраивая на синий писать всеми цветами радуги. На что настроен инструмент, так он и работает. Я просто не знаю, какую-то еще аналогию перевести, чтобы перенастраивалось больше функций. Да, приемник, точно, радиоволна. Там 106,6 или 98,2. Есть разница, она заметная. На что настроите свой инструмент, так он и будет звучать, даже музыкальный инструмент. Как настроите, так и сыграете. Нет, даже не в том, он так будет звучать, а как уже сыграете, этот вашего профессионализма зависит. Итак, у меня есть тело, у меня есть личность, у меня есть ум, мозг, сердце, куча инструментов, эмоций, чувства. И все это может быть настроено по-разному. Для меня в обыдь жизни вот есть тело, есть сознание, это все одно и ощущается как одно такой мед, пульсирующий, горячий мед. Но, чтобы играть и общаться, я разделяю эти понятия, ну да, чтобы можно было разговаривать. Они так, я подошла к себе, взяла себя, выпила себя. Что я сделала? Куда подошла? Что открыла? Предположительно, холодильник. А, нет, была полка. Поэтому я называю эти вещи, отделяю их, чтобы было понятно, о чем я говорю. И вот тело, есть сознание, есть личность, такой роутер, маршрутизатор сигналов между телом и сознанием, между телом и сознанием. Всем понятно, что такое роутер? Кому непонятно? Роутер? Марат, можешь объяснить, что такое роутер? Ну, ты же когда маршрутизатор? Ну, вот маршрутизатор, то есть... Я сейчас, я сейчас, забыла. Это система, которая прописывает, как будет двигаться электрический сигнал, например. От этого, от этой остановки до этой, как маршрутка едет. Да? У нее есть там, здесь остановка, здесь остановка, здесь остановка, здесь остановка. То есть маршрутизатор, который прописывает, где нужно остановиться и куда нужно повернуть в следующий момент. И где нужно выйти. То есть вот здесь нужно остановиться, здесь нужно... А здесь у меня конечное. То есть вот личность, она прописывает, как сигналы от сознания идут в тело, а от тела к сознанию. И вот эта личность, ее можно настраивать по-разному я беру два момента то есть я говорю своего опыта жизни либо все что находится снаружи меня это не я и другой как же это слово называется сценарий до другой маршрут другой сценарий я есть все сущее все это я то есть здесь все что снаружи меня это не я а здесь я это все сущее и вот когда мы воспринимаем нечто снаружи как что-то что не является мной да кто говорил про раковую клетку как что-то что не является мной тогда я автоматом подразумеваю что это что-то меня не знает не понимает а значит какой-то момент нанесет мне вред неосознанно самое страшное неосознанно будет делать 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 продолжать это делать не понимая что это наносит мне вред потому что это другой я это не я до другой человек это не я у меня не знает мне не понимает он автоматом где-нибудь нанесет мне вред причем неосознанно у него будет куча над оправданий я ничего не смогу сделать то есть здесь опасность Всегда нужно быть на стороже, всегда нужно быть в напряжении. Стоит расслабиться, и другие люди начинают наносить мне вред, другие люди причиняют мне боль. А здесь есть ответственность. Либо вы соглашаетесь испытывать боль и не понимать, почему так происходит. Либо вы понимаете, и тогда вместо боли приходит мудрость, опыта. Вот так происходит, вау, прикольно. То есть растет цветок в поле. Подхожу, иду в поле, все классно, офигенно, зашиби цветок. Ё-моё, как мне больно, я тебя обиделся, да что ж такое, как ты можешь расти посреди поля. Либо интересы, любопытство, искреннее любопытство, офигеть, посредине поля растет один цветок. Как ты здесь оказался, а? То есть для меня в исследованиях Электричество, отправное электричество, это любопытство, чистое любопытство и интерес. И вот этот интерес мы берем за основу, потому что если убрать из вашей жизни интерес и любопытство, что остается? Все остальное. А? Не слышал? Все остальное. Все остальное? Да. А если вам ничего не интересно? Скучно. Скучно. Скучно, не знаешь, что делать, потерянность. Что убрать хочу, остается надо. Какое-то надо, сплошное. А одно сплошное надо. Куча перенапряжений. Надо, обязан, надо, обязан. И мне даже неинтересно думать, почему это надо. И неинтересно думать, быть может, я могу отказаться. В общем, когда нет интереса, все возможности сужаются до самого минимума. И вот искреннее любопытство для меня – это отправная точка. Как только я поворачиваю налево, где остановка, все это не я. Вот это я, да, я в курсе. Ну ладно, максимум в зеркале отражаюсь я. Хорошо. Вот это единственное место снаружи, где тоже я. И то это зеркало. И вот чистое искреннее любопытство садится в маршрутку и сворачивает на эту остановку. Все, что снаружи меня – это не я. Тут опасно. Эти другие люди меня не понимают. Мое искреннее чистое любопытство загоняется в условия. Ну то есть я не могу подойти и спросить просто человека там, как тебя зовут, чем ты живешь. Ну, во-первых, он меня не знает. Он меня не знает, он скажет мне какую-то хрень, да, там нагрубит мне. А мне больно от этого. Он же не в курсах, что мне от этого больно. Я к нему не подойду. Я вообще никому не подойду. Меня никто не знает, меня никто не понимает. Но дело в другом. И вот у меня есть искренний интерес. Я смотрю на девушку и думаю, ой, как она странно улыбается. Очень странно. Не-не-не-не. Непонятная девушка. Глаза горят. Нездоровый какой-то вид. Я начинаю бояться. То есть я оцениваю ее. Я ее оцениваю. У меня есть список. Список нормального, здорового, адекватного человека. И все остальное – это список неадекватного человека. То есть адекватный, хороший человек. Он всегда какой? Кто там говорил? Загруженный, да? Серьезный. Загруженный, серьезный. Какой еще? Хмурый, да? Хмурый. То есть вот загруженный, хмурый, серьезный человек внушает доверие. Поэтому я со своим искренним, чистым любопытством сажусь в маршрутку, выхожу на остановки, где все снаружи – это не я, это другие люди, они опасные. И ищу хмурого, нагруженного чувака, который внушит мне доверие. Да, да. Вот тут я чувствую, да, этот человек чего-то стоит, он чего-то в жизни добился, он такой представительный. Здесь мне проще. Стоит ему улыбнуться, я начинаю нервничать. Потому что, ну как, если он улыбается, значит, у него в мозгах что-то не то. Не очень серьезный. Не очень серьезный, да. И вот я подхожу, и так я оцениваю его, да, вот он серьезный, он нагруженный. Но как-то странно одетый. Уже стремно. То есть по факту уже вот здесь вот не подходит. Но здесь подходит, здесь вот больше важности, что он серьезный, что он нагруженный. Значит, жизнь его хорошо отметелила, опыт у него есть, а значит, он много понимает. А значит, точно где-нибудь в сфере его опыта и боли есть моя боль. Значит, он меня поймет. Я подхожу и могу спокойно сказать. Слушай, как тебя зовут? Только не улыбайся. Как тебя зовут? А вам-то что? Я думаю, ну нормально. Ты с чего? Ты же серьезный. У тебя же много боли было, много опыта. И ты не понимаешь меня? Боль научила меня, что не нужно на улице просто так баршрутки. Надо просто так знакомиться, да. Больной человек. Так, это не очень получилось. Сейчас еще раз. И вот ты мне враг. Улыбайся ты, не улыбайся. Я автоматом подразумеваю. Даже если ты заслуживаешь доверия, ты серьезный, нагруженный, у тебя было много боли, ой-ой-ой, тебя сломали в детстве, та-та-та. То ты все равно мне враг. Почему? Почему я все равно буду понимать, что он опасен? Даже если он по всем пунктам моего списка мне подходит. Почему я буду понимать, что он опасен? Один раз был опыта прицепный. Еще. Один раз был вывод, и ты издал вывод, что все они такие враги. Еще. Ну у тебя же есть страх, если ты ищешь определенного человека. Значит, у тебя есть страх, и ты боишься, что все сделают больно. Значит, он тоже может это сделать? Хорошо. Это значит, что я не могу. Ну и потому, что мы не можем друг друга вылечить ничем. Нам больно, и мы ничем не можем друг другу помочь. Ну как, женятся люди, помогают друг другу. Взаимовыручка называется. Да, именно. Я же вышла на остановки, что это другое существо, это не я. Я тебя не чувствую, значит, собой, частью великого космоса. Всех чувствую, тебя нет. И вот ты опасен для меня. Ты все равно будешь для меня опасен, потому что у меня был опыт боли где-то в детстве. Что-то со мной такое произошло, чего я очень категорично не захотела понять. И поэтому все сигналы моего любопытства искреннего начали сворачивать налево. На остановку мир опасен. Все снаружи опасно. Вселенная небезопасна. Вы видели насилие по телевизору? Вселенная небезопасна. Наташа там что пишет? Коза. Она телевизор не смотрит. Так она же говорит, что телевизор не смотрит. Так вот она не въезжает в фишку. И вот ты всегда будешь для меня опасен. Значит, я напряженная, я очень напряженная. Я боюсь тебя. Я автоматом тебя боюсь. Когда мы боимся, что мы делаем? Какие наши реакции, когда мы боимся? Напряжение. Еще. Оголование. Тебя. Та скованность и заранее нападать. Упреждающий удар. Ну вот есть два вида защиты. Либо игнорирование. Либо нападение. Ты что на меня пялишься? Разговоры не получится ни в первом, ни во втором случае. Коммуникация не настроена. Потому что я уже как бешеная собака, которая смотрит на него и думает, так, это того не стоит. Его тут нету. Игнорирую. Либо я сразу понимаю, ладно, ты мне настолько интересен, что мне интересно узнать, какой ты, но я так тебя очень боюсь, что я сначала на тебя нагавкаю, чтобы ты был в курсах, что я тебя боюсь. И только потом, может быть, если ты правильно ответишь на мой гавк, тогда я подойду к тебе и спрашиваю, слушай, чувак, как тебя зовут? То есть, когда, где-то в детстве мы не понимаем свою боль, а к этому я чуть попозже приду. Тело, Вселенная, абсолютно все. Для меня это одно большое сознание, которое в курсе. Я есть все сущее. Не так, что я есть все сущее и моя левая нога. Ну почему? Бывает левая нога и правая рука. И все сущее. А это не... Ну что ты ржешь? А это не вписывается. Ну знаете, духовных практиков. Я всех люблю, а маршрутчики заебали. Да, два часа сна мне помогают смеяться, это точно. И вот, ваше тело, нервная система, абсолютно все в этой Вселенной, в этом мироздании в курсе. Смотрите, каждый из нас — часть огромного «я». Не в смысле так, что это «я» умеет только вот это, а это «я» умеет только вот это. Вот как раздробили, так оно и полетело. Одно большое «я» состоит из атомов и молекул. Каждая атом и молекула содержат полный потенциал общего «я». Кто знаком с голограммами, фракталами? Вот. Поэтому вот это тело и это сознание — полная копия Ctrl-C, Ctrl-V всего сущего. Вот это тело и сознание, Ctrl-C, Ctrl-V всего сущего, со всем потенциалом, понимаешь? Со всем потенциалом. Ну да, ты говоришь, я хочу в туалет, естественно. Со всем потенциалом ты гасишь стенку, чтобы пойти в туалет. И ты говоришь, если я не буду бить стенку, я не смогу качественно сходить в туалет. Ну как это относится к всему потенциалу? А? Как это относится к всему потенциалу? Ну как, ты можешь абсолютно все. Тебе не обязательно выбирать самый простой и эффективный путь. А-а-а. Ты можешь абсолютно... Туалет будет неистовым. То есть ты можешь абсолютно все настолько, что можешь свои мозги настолько там засорить, да, и подумать там. Представим, что здесь есть дверь. А это не настоящая дверь. Все, я ее не вижу. Я представляю, что здесь нужно проломить дверь в туалет. Я могу абсолютно все. У меня огромнейший потенциал, правильно? Хочу, страдаю, страдаю. Хочу, радуюсь, радуюсь. А ведь так и есть, да? Захотел порадоваться? Порадовался. Захотел пострадать? Не проблема найти причину, чтобы пострадать. То есть у меня есть огромнейший потенциал. У тебя есть огромнейший потенциал. А что мы делаем с этим потенциалом? Это уже наш выбор. Мы же можем абсолютно все. Можем задумываться, а можем не задумываться. Никто нас к этому не принуждает. И вот все сущие в курсе. Почему мы не в курсе, я чуть попозже расскажу. Так вот, момент боли, момент непонимания. Это когда мы сталкиваемся с реальностью, да? С игрой. Предположительно, изначально естественное состояние, что все это я. Я, да? Я, 7 миллиардов, это все я. С какой стороны не посмотри, это все я. Я, 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 я. Кто дышит? Я. Кто ложится спать? Я. Не важно, какого человека спросить. Везде будет ответ «я». Вот нормально, очевидная истина. Кто каждый день ходит в туалет? Я. И вот соприкасаясь с реальностью, когда мы в каком-то месте прекращаем видеть, что это я и начинаем думать «это не я, это враг». Просто «это не я, я не могу сам собой такое сделать». Сексуальное насилие, домашнее, физическое насилие, да? Это происходит, и ты понимаешь, твоя концепция внутренняя разламывается. До этого ты чувствовал, что это все я. Потом происходит, например, физическое насилие. Ты понимаешь, я сам с собой такое специально осознанно не буду делать. Значит, что? Это не я. И начинается боль. И вот здесь из-за непонимания, почему я сам с собой так поступаю, рождается боль. И потом эта боль, она является очень важным определяющим фактором, как настраиваются ваши инструменты. Это как, не знаю, там, скрипач или гитарист. Если он буханул, он очень круто настроит гитару. Да, суперски. А? А, нет, что ты сказала? Или скрипку, да. И когда есть боль, она слепит, она опьяняет. Знаете, это сладкое чувство мести. А жалость к себе, на ней можно, знаете, сколько лет? Ехать и ехать. Да просто я тоже жжу. Обида. Это реально кайфовое состояние. Все, кто обижаются, знают, это самое счастливое состояние из всех. И все знают, оно реально происходит со мной, да? Никто не обманывается. Я сама выбираю обижаться, потому что там такая сладость. Я же права. И вот когда в вашей жизни присутствует понимание или ощущение того, что есть в мире нечто, что вами не является, ну и можно перечислить, по каким факторам это вами не является. Очень просто, да? Насильники, убийцы. Люди, которые осознанно причиняют вам боль, видя, что вы от этого страдаете, слыша это и повторяя это снова и снова и снова. Да, это не я, это не могу быть. Я не могу так сам с собой поступать. Это нелогично. Но кроме тела, сознание в этой игре присутствует огромная вселенная. И вот эта вселенная просто исполняет свой контракт. Вернее, ваш с ней контракт. Поскольку вы выбрали себе предназначение, к этому предназначению идет целый список навыков. Необходимо это, 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 чтобы исполнить предназначение. Вы говорите, да, вселенная говорит, да. Обязуюсь легко, радостно и просто создавать тысячу и одну самую радостную возможность для того, чтобы игрок мог легко, просто, эффективно обучиться этому навыку, исполнить предназначение. И все это делать в кайфе и в наслаждении. И игрок, который говорит, да, я обязуюсь быть внимательным, осознанным, ответственным и понимающим. И вот подписывая контракт, не всегда мы замечаем, что там есть галочка. Если у нас меньше 1200 очков, то память выключается. А 1200 очков, это значит, что у вас есть хотя бы один из базовых навыков. Либо понимать язык Вселенной, чувствовать единство, связь со Вселенной, либо чувствовать связь со своим телом и понимать язык тела, потому что это в любом случае ключ к единству. А Вселенную можно чувствовать, единство со Вселенной через тело. То есть понимать и чувствовать свое тело – это ключ к единству. Ключ к тому, чтобы галочку в контракте убрали, и вы могли помнить себя. Мы сейчас делаем перерывы, я нормально начну от предназначения навыков к боли, потому что там еще на полтора часа. Поэтому минут 10-15 перерыв.